Новости региона в эфире в студии Артемий Заварзин. Здравствуйте! И вот о чем я и мои коллеги расскажем сегодня. В регионе их уже 10, один в Яндоме. Специальные автомобили помогают пенсионерам из отдаленных уголков добраться до районных больниц. На преображение главного книгохранилища потратили 10 миллионов. Котлас теперь знает, что такое библиотека нового поколения. Arctic Open – это не только киномарафон. Третий фестиваль стран Арктики привез в Архангельск уникальную выставку фотографа с мировым именем Игоря Гневашева. Порядка 300 комментариев и вопросов в соцсетях. Более 30 принятых звонков от телезрителей. Гостем программы «Открытый регион» в этот раз стал глава Архангельска Игорь Годзиш. Темы самые разные, но все злободневные. В течение часа, что шла программа, успели ответить на много вопросов, а еще больше переданы лично Игорю Годзишу. Некоторые итоги эфира у Алексея Шемекина. Новый формат «Открытого региона» все больше становится востребован зрителям. Это показала и программа с участием главы Архангельска Игоря Годзиша. В течение часа в студии не утихал телефон. В социальную сеть сыпались вопросы и предложения даже после эфира. Темы – самые злободневные. Экология, ремонт дорог, работа общественного транспорта и, конечно, бич последних дней, уборка города от снега. Игорь Годзиш соглашается. Проблема есть и называет это переходным периодом. С 1 января будет действовать новый контракт. Постарались уже формировать этот контракт, учесть максимум пожеланий как контрольно-надзорных органов, так и жителей города Архангельска. Средства будут уже тратиться не на то, чтобы оплачивать воздух, а на то, чтобы реально тратить эти средства на уборку города. Будем надеяться, что все те требования, которые сегодня в контракте заложены, они будут исполнять. В противном случае это все превратится в штрафные санкции, а если уж более жестко, то и расторжение контракта в случае его неисполнения. Еще одна крайне злободневная тема – работа пассажирского транспорта. Здесь изменения есть. По городу колесят множество низкопольных автобусов, но реформа не закончена. Переломным станет следующий год. Об этом глава областной столицы пообещал жителям, что называется «глаза в глаза». Глядя в камеру, по сути дела в глаза люди, могу сказать, что конец 2020 года – это очень серьезные изменения в режиме пассажирских перевозок. Контракты будут завершены, будут обозначены сроки, когда новые машины пойдут по улицам города Архангельска. Поэтому я думаю, что мы к концу 2020 года должны все увидеть эту историю и знать, что, когда, по каким маршрутам и как. Поэтому для нас это для самих ключевая задача. Мы уже людям давно сказали, что 2020 год во многом ключевой с точки зрения транспорта, используемого для пассажирских перевозок. Что касается железнодорожного моста, то на ремонт его закроют только после того, как проведут реконструкцию Краснофлотского. Коснулись и экологии, а именно установки контейнерных площадок. И здесь работа уже идет. Пусть не так заметно, поскольку начали с частного сектора, где контейнеров никогда не было. Что касается раздельного сбора мусора, то пока город только на стадии подготовки к такой реформе. И это дело не одного года, хотя в некоторых школах и муниципальных учреждениях отходы уже разделяют. В следующий раз программа «Открытый регион» выйдет в эфир 12 декабря. Мы пригласим профильных руководителей, отвечающих за ремонт, строительство и уборку дорог, чтобы получить от них максимум информации. Присоединяйтесь. Алексей Шемякин, Светлана Михеевская, Александр Кузнецов. Регион 29. В 10 районах области колесят специальные автомобили, которые доставляют жителей преклонного возраста до районных больниц. Это стало возможным в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Потребность такой услуги очень велика, ведь не каждый из пенсионеров, особенно из удаленной деревни, может самостоятельно добраться до медучреждения. Как это работает на примере Няндамского района, расскажет Ладлена Романова. Уже 10 машин колесят по районам, чтобы помочь старшему поколению из отдаленных уголков добраться до больниц. Один из них в Няндаме. Автомобиль поступил в октябре и уже доказал свою необходимость. Он оборудован специальным подъемником для инвалидных колясок. Еще оборудован пятью креслами мягкими, для того, чтобы людям было удобно передвигаться в поездке. Автомобиль очень теплый, причем температура в салоне может регулироваться. Кроме того, он легко преодолевает любое бездорожье, что немаловажно для сельской местности. От деревни Андреевской до Няндамы 14 километров. Самостоятельно преодолеть такое расстояние людям преклонного возраста уже нелегко. Поэтому микроавтобус в помощь. Привезут и увезут на машине. Это все бесплатно. И я очень довольна, что приехав в поликлинику, нас по всем кабинетам, которые нужны, нас проводили. Все сделали прекрасно. В Няндамской ЦРБ уже обследовано более 20 человек, которых привезли из отдаленных деревень. И такая услуга им будет оказываться раз в год. Это очень такая нужная и очень важная услуга для наших граждан старшего поколения, поскольку не всегда расписание врачей, узких специалистов совпадает с расписанием общественного транспорта. Здесь же всю заботу о перевозке берет на себя комплексный цен социального обслуживания, сопровождает, встречает, организует все здесь, что происходит в здравоохранении. И это очень такой хороший результат сотрудничества системы соцобслуживания и системы медицинского обеспечения нашего населения. Стоит отметить, что каждый шестой житель Архангельской области старше 65 лет. Приобретение 10 автомобилей – это только первый шаг. В скором времени подобная услуга будет оказываться во всех районах области. Владлена Романова, Алексей Шемякин, Александр Зуев, Регион 29. Библиотека нового поколения. Что это такое, теперь знает и Котлас. На преображение своего главного книгохранилища город получил 10 миллионов рублей. Это единственное муниципальное образование в Архангельской области, которое стало победителем конкурсного отбора на предоставление федеральной субсидии в рамках национального проекта «Культура». Елена Кермич продолжит. Из обычной в модельную. Это не ремонт, а полная реконструкция Котласской библиотеки. Ее пространство будет зонировано. Появятся зоны релаксации, индивидуального чтения, чтения художественной литературы, арт-холл, зал для проведения вебинаров, мастер-классов, отдельная фото-зона и конференц-зал. Для обновления библиотеки используются новейшие дизайнерские решения. Для меня, например, дизайн – это не сколько красивые картинки 3D, а сколько правильное функциональное зонирование помещения, согласно всем способам эргономики, чтобы людям было комфортно и удобно. Для удобства в модельной библиотеке Котласа будут внедрены RFID-технологии. Это новые электронные читательские билеты. Стойка книговыдачи, благодаря которой брать или сдавать книги, можно будет без помощи библиотекаря. Преимущества найдут для себя и любители гаджетов. Они смогут скачивать книги совершенно бесплатно. Это большой шанс иметь такое учреждение культуры, куда можно пойти кроме дома и работы. То есть это такое третье место, где можно находиться абсолютно бесплатно, с интересом проводить время. Реконструкция библиотеки стоит 10 миллионов рублей. Большая часть – это федеральные средства. 2 миллиона добавила область, 500 тысяч – за финансирование местного бюджета. Сейчас доделывается ремонт помещений, закуплена мебель, стеллажи и около 2000 новых книг. За это время выполнено много и масштабных работ. Более 500 квадратов полов, потолков, более 1000 квадратных метров подготовлено стен под покраску, окрашены стены на первый раз. Средства на создание библиотеки нового поколения Котлас получил, выиграв конкурс в рамках национального проекта «Культура». От Архангельской области было подано 12 заявок. Победителем стала только одна. То, что сегодня происходит, это, можно сказать, прорыв для нашей библиотечной системы. Так как в течение очень большого времени библиотеки не обновлялись. Библиотека существовала в том ракурсе, в котором была с самого начала. Благодаря масштабной реконструкции, от внешнего вида до начинки, Котласка библиотека станет многофункциональным и востребованным информационным, культурным и коммуникационным центром. Елена Кермич, Олег Сивачек, Регион 29. Третий кинофестиваль «Стран Арктики» привез в Архангельск уникальную выставку фотографа с мировым именем Игоря Гневашева. Фотожурналист был вхож на съемочные площадки самых популярных советских фильмов, оставаясь незамеченным и ловя уникальные кадры. На открытии выставки «Кино как жизнь, жизнь как кино» побывала Наталья Пулина. А задачный Тарковский при работе над знаменитым «Зеркалом», уборщица съемочной площадки «Мертвых душ» Швейцара, Никита Михалков в образе императора Александра Третьего с телефоном в руке. Все это и осталось за кадром, если бы не фото-журналист Игорь Гневашев. Выставку его работ в Архангельске открыла вдова Людмила Бурова. У него было свойство привлекать людей и вызывать их полное доверие. Иногда мне казалось, что он их просто гипнотизирует, заставляет поверить в него. И они в него раскрывались. Все как человек. Не как актер в какой-то роли, хотя и такое бывало, но просто как человек. Другое удивительное свойство Игоря Ивановича – запечатлевать уникальные моменты, оставаясь при этом незаметным. Работал Гневашев с признанными мэтрами советского кино – Тарковским, Шукшиным, Бодорчуком, Гайдаем. Сегодня посмотреть наизнанку их фильмов жителям России и не только помогает Национальный фонд поддержки правообладателей, которому Людмила Бурова подарила работы мужа. Выставка уже проехалась по многим городам России, побывала даже за рубежом, в Праге, на кинофестивале, организованном российским посольством. Мы были, как-то получилось так, что по крайним точкам прошлись на западе страны, в Калининграде, в Крыму. Кино как жизнь, жизнь как кино. Такое имя получила выставка и гармонично вписалась в культурную программу третьего фестиваля Arctic Open. «Узнаем все лица, знакомые артисты, любимые, которых, к сожалению, уже многие ушли, которых, может быть, даже нынешнее поколение не знает, а мы всматриваемся и в каждую фотографию». «Я, конечно же, слышал про Тарковского, в Испании знают его и российский кинематограф. Сейчас я также отсматриваю картины. Должен сказать, что современный российский кинематограф отличается от советского. И, например, в техническом плане это очень интересно». Выставка работ Игоря Гневышева «Кино как жизнь, жизнь как кино» работает в Музее художественного освоения Арктики имени Борисова до 25 декабря. Наталья Пулина, Александр Кузнецов, Регион 29. Такие новости и материалы выпуска смотрите в нашей группе в социальной сети. Я не прощаюсь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова